Здравствуйте! Сегодня я покажу, как установить застежку, магнитную кнопку на развивающую книжку. У меня уже подготовлена часть обложки, я ее проклеила дублерином. И понадобится вот такая магнитная кнопка. Она состоит из двух частей, плюс два кружочка вот таких для уплотнения и закрепки. Здесь есть одна часть потоньше, вторая потолще. Та, которая потолще, вот эта, она будет устанавливаться на обложку. Та, которая потоньше, будет устанавливаться на застежку, на хлястик вот этот. Так, нам понадобится также канцелярский нож, линейка. Итак, устанавливаем кнопку. Нам нужно кнопку установить приблизительно около 5 см, это приблизительно 3 пальца. Чтобы было нам возможность потом обработать бейкой, чтобы кнопка нам не мешала, поскольку она толстая. Теперь нужно определить, где будет середина. Здесь 21 см у меня, то есть вот 10,5 см. Здесь будет середина, где кнопка эта будет устанавливаться. Вот я поставила точечку, то есть здесь будет середина кнопки. Теперь ставим вот это колечко и карандашом определяем, где нам нужно будет сделать надрезы. Вот канцелярским ножом сделаем надрезы приблизительно 2-3 мм. Вот сколько здесь на кнопке. Вот получилось у нас 2 надреза. Теперь вставляем толстую часть кнопки. С обратной стороны ложим вот это колесико для уплотнения и закрепляем. То есть загибаем вот эти вот усики. Вот и все, кнопка установлена. Теперь после того, как будут обработаны все страницы и собраны, можно устанавливать хлястик, то есть вторую часть застежки. Когда готовы все страницы, можно уже делать застежку. Нужно было сложить все страницы, то есть собрать всю книжку. И теперь нужно определить, какой длины у нас будет этот хлястик-застежка. Здесь у меня 5 см до середины кнопки. Толщина книжки 7 см. И здесь будет втачиваться застежка еще 1,5 см. Также нужно будет отступить 2,5 см от середины кнопки. Итого вышло у нас 16 см. Из дублерина вырезаем кусочек толщиной, шириной 5 см и 16 см длиной. Вот проверяем, как это будет. Теперь из ткани, из которой будем делать хлястик, я вырезаю кусочек с припусками. Хлопок очень легко рвется, поэтому можно так даже сделать. Складываем пополам. Прикалываем кусочек дублерина. Здесь неважно, какой стороной, клеевой или обычной, потому что мы его пока только прикалываем, не приклеиваем. Будем шить на расстоянии, здесь нужно оставить 1 мм и также 1 мм чуть-чуть вправо от дублерина. Строчка будет идти. Прямой строчкой будем строчить 1 мм от контура дублерина. Прострачили, закрепили, теперь можно снять этот дублерин. И теперь складываем таким образом и нам нужно сделать теперь еще одну короткую строчку. Для удобности можно сколоть, чтобы держала форму чуть-чуть. И с помощью линейки делаем прямой угол. Обозначаем, где у нас будет идти строчка. Можно карандашом, можно просто сколоть, но карандашом будет точнее. И теперь нужно проложить вот эту короткую строчку. Теперь нужно приклеить дублерин к хлястику. Швом кладем к себе хлястик и клеевой стороной дублерина прикладываем к хлястику и будем теперь приклеивать дублерин. Смотрим, что по сторонам у нас оставляем по 1 мм. Приклеиваем дублерин на режиме без пара. То есть дублерин идет со стороны строчки. Теперь вот этот кусочек тоже можно загладить припуск и выворачиваем. Придерживаем при этом припуск для шва. И с помощью больших ножниц либо линейки, либо чем вам будет удобно, выправляем изнутри вот эти уголки, чтобы были аккуратные и ровные. Вот так. Теперь опять проглаживаем. Готов. Теперь нужно обстрочить его на ширину лапку. Отстрачиваем эту застежку. Готово. Теперь можно устанавливать вторую часть кнопки. Определяем середину. Середина у нас идет по шву. Вот шов. Отступаем от левого края 2,5 см. Это будет середина. И надсечки делаем с двух сторон от шва, чтобы не задеть шов вот этот. Вставляем кнопку. Вот это уже тоненькая часть кнопки. Устанавливаем колечко жесткое вот это. И закрепляем усики. Готово. Теперь нам нужно закрыть кнопку. Вырезаем из кусочка фетра квадратик чуть больше размера. Холистика. И теперь нам нужно по контуру, где уже идет у нас строчка, прокладываем еще раз строчку, чтобы захватить уже вот этот квадратик из фетра. Здесь я отмечаю булавкой, чтобы был ровный квадрат. И на машине по контуру строчим. То есть строчка идет поверх уже предыдущей строчки. Готово. Теперь нужно обрезать все лишнее либо прямыми ножницами, либо вот как у меня зигзагом. Готово. Проверяем. Теперь это подвернем и будем пришивать к последней странице. Эту застежку. На последней странице нужно отметить середину. У меня размер страницы 21 см. Как раз на 10,5 см. Делаем метку. Я устанавливаю здесь, вкалываю булавку. Прикладываем хлястик. Как раз получается середина этого шов хлястика. И ровной строчкой на машине пристрачиваем как раз по ширине лапки. Теперь мелким зигзагом обрабатываем край, только где у нас пришита вот эта застежка. Готово. Смотрите, чтобы если у вас есть рисунок, чтобы совпадал на хлястике и на обложке. Теперь уже когда пришит хлястик, мы пришиваем бейку, обрабатываем край. Все. Спасибо за внимание и до свидания. Спасибо за просмотр.